Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. В состав экономического совета при губернаторе вошли 55 человек. Список членов совещательного органа утвержден указом главы региона. Председателем стал сам Александр Соколов. В экономический совет также вошли Валентин Пугач, ректор РядГУ, директор фирмы «Глобус» Андрей Березин, руководитель строительной компании «Железно» Юрий Захаров, руководитель «Т-Плюс» Сергей Береснев, гендиректор Дороничей Константин Гозман и другие. Экономический совет при губернаторе был создан еще в начале 2000-х годов, но в 2017-м перестал функционировать. Работу совещательного органа возобновили уже при Соколове осенью прошлого года. Планируется, что совет станет площадкой, где будут рассматриваться важные вопросы, касающиеся экономики региона. Киров попал в число городов, где заметнее всего подросла аренда квартир. Эксперты федерального портала «Мир квартир» исследовали рынок аренды в 70 городах. Рост по итогам первого квартала был зафиксирован больше, чем в половине городов. На однокомнатные квартиры сильнее всего подняли ценники в Магнитогорске, сразу на 18,5%, а также во Владивостоке на 16%. Киров тоже попал в перечень с заметным ростом. В первом квартале он составил 6,5%. Что касается роста арендной платы за двухкомнатные квартиры, то здесь наш город в абсолютных лидерах. Рост составил 23,5%. Следом идет Владивосток с показателем 18,5%. В эфире «Экономика». Штрафы и маркетплейсы, как торговать и не терять деньги. Нюансы работы с онлайн-площадками разъясняет руководитель компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Если ваши товары покупают в странах ЕАЭС, не забывайте про статформу в таможенную службу, иначе можно получить штраф. Если ваша география поставок только Россия, все равно не помешает обзавестись специальными знаниями. Если вам не приходится подавать статформу в таможенную службу, это не значит, что не нужно заниматься дополнительным документооборотом. Маркетплейс уведомляет вас о выкупе товара, а от вас нужно сформировать УПД – универсальный передаточный документ, и отправить им по электронным каналам связи. Если вы этого не сделаете, вы получите штраф от площадки. Крупнейшие маркетплейсы и корпорации МСП хотят создать системные правила работы на рынке интернет-торговли, а значит, будут новые изменения. Следить за ними проще специалисту, постоянно погруженному в эту тему. Обращайтесь в компанию «Бухгалтер» и я, если вам дороги ваше время и нервы. Телефон для записи на консультацию – 213-112. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин.